Доброе утро! Доброе утро! Со сценарными событиями, которые будут происходить в новогодние дни. И где нам накануне этих мероприятий надо что-то сделать, оборудовать, поставить сцены, украсить их. Приблизительно так. Скажите, а вам самому удается почувствовать хотя бы немножечко того настроения новогоднего праздничного? Вы так много всего этого видите и кажется, что уже никаких эмоций не испытываете. Ну почему? По крайней мере, если не на улицах города, то в своей компании у себя в семье мы вполне способны почувствовать и создать себе праздник. Я шучу, конечно. Я представляю, как вы дома украшаете все. Есть что-то там такое? Нет, нет, знаете как, сапожник без сапог. Мы обращаем на другое внимание. Может, шар прихватите тогда, как у него нет? Спасибо, у меня много игрушек, да. За долгие годы накопилось, потому что к каждому Новому году у нас традиции мы покупаем одну игрушку какую-то, которая нам нравится. На нашу елку домашнюю. Скажите, что касается елок и вообще украшательств города, есть в Минске вот сейчас в этом году что-то особенное, чего вообще нигде нет? Ну или так, примерно нигде, насколько это можно сказать. Какой бы коварный у вас вопрос, да. Не надо ставить тебе такие грандиозные задачи, чем-то удивить и сразить. Надо работать тактично, со вкусом, может быть, в тех традициях, которые у нас приняты. Значит, процесс это достаточно творческий, но он упирается в определенные материальные возможности, как всегда. Мы должны на это ориентироваться. Вот. Ну, в этом году, если вы заметили, наша главная елка приобрела такой более естественный вид. У нее появились лапки такие более естественные. Раньше она конусовидная была, чисто геометричная. И я открою маленький секрет, ее оформление еще будет внесено в ее оформление определенные штрихи и детали. То есть до последнего еще елка не доведена? Да. Буквально в эти дни. А какие? Вот это не скажу. Мы не любим об этом говорить, потому что это как сюрприз появляется, люди это видят. Ну, давайте сохраним тогда сюрприз и тайну. А вот что касается других видов украшения, что вам наиболее нравится самому? Ну, в этом году мы достаточно активно и, может быть, необычно подошли к оформлению территории в районе проспекта Победителей и площади государственного флага. Мы все, горожане, наблюдали, как она активно формировалась в эти годы. Появились совершенно новые, там, ответственные, уникальные объекты. Соответственно, и мы решили внести определенную лепту в оформление этой части города. Ну, я раз открою секрет, там существует группа естественных елочек, деревьев, и они будут украшены в новогоднем, так сказать, характере. Прежде всего, в иллюминационном плане, декоративная подсветка, светильники торшерного типа, которых там очень много на этой территории расположено, тоже будут определенным образом украшаться. Мы там поставили в этом году новогоднюю елку возле бывшего здания Белэкспо. Никогда там не ставили новогодние елки. Вообще, наше предприятие в этом году устанавливает 24 новогодних елки искусственных. Это наиболее ответственные елки в наиболее значимых местах нашего города. А какую елку у нас по традиции выбрасывают последней? Они уже все установлены. Нет, выбрасывают, выбрасывают. А, после 13 января мы начинаем обратный процесс, значит, демонтажа всего этого оборудования. Ну, мы стараемся, прежде всего, центр освободить. Как-то так традиционно. Вот. Я даже не скажу, какая там последняя будет. То есть кто и догулял в районы, там можно еще что-то найти. Как наши производственные службы организуют свой этот процесс, как им будет удобно работать, обычно это так происходит. Кстати, о районах. Есть такое мнение, и, в принципе, наверное, оно оправдано, что центром больше занимаются, центром города. И украшают все, что в центре и около того района. Часто остаются, скажем так, не облагорожены в этом смысле. Ну, стоит главная елка, и все. Да, мы не единственные, кто занимается оформлением города. Оформлением города, ну, наверное, в силу своих возможностей должны заниматься все. В том числе районные администрации, они участвуют активно в оформлении зон районных праздников. В каждом районе такая есть, вы знаете. Плюс предприятия торговли, обслуживания. Вообще все, кто формирует внешний облик наших улиц, наших площадей, ну, не хочу сказать, что должны. Это как бы долг наш гражданский, да, эстетический, внести свою лепту в оформление города. Классные объекты есть по городу, вы это видите, особенно вечером, когда проезжаешь. Очень хорошо получилась елка в районе концертного зала филармонии на этой площадке. Иногда можно от горожан услышать такое мнение, что в этом году все то же самое, что и в прошлом. Оформление елки, те же шары там какие-то и так далее. Мы-то понимаем, что это не совсем так, что существуют какие-то новшества. Но существует ли мода какая-то, тенденции в этом деле? Вот какие они сейчас? Безусловно, да. У нас есть свои определенные традиции, я, по крайней мере, так считаю. Мы стараемся их придерживать. Кому-то это не нравится, значит, с нами активно там дискутируют и в интернете, и вживую там и так далее. Ну, потому что, например, ориентируются на оформление каких-то там западных стран. Мы прекрасно, у нас есть вся эта информация, мы видим, как у наших соседей это происходит. Но поставить точно такой же объект у нас, наверное, это будет неестественно. Это их традиции, их дизайн, их художественное, так сказать, творчество. Поэтому мы как-то стараемся по-своему работать. Во-первых, накануне, это еще летом, кстати, происходит, мы готовимся к очередному новогоднему празднику еще летом. Наши дизайнеры отрабатывают концепцию, графическую концепцию новогоднего оформления. Был разработан, можно назвать, такой специальный бренд пакета по простому фирменный стиль с определенной графикой фирменной, которая несет себе, безусловно, какие-то наши национальные традиции художественные, народные там или как угодно. А вот эти шары знаменитые, это кто придумал? Светодиодные? Светодиодные, да. Светодиодные? А, которые стоят? Да, да, да. Ну, это позаимствовали у наших друзей, так скажем. На время? Это не наше изобретение, это наши коллеги. Приобрели вот такое оформительское оборудование. Ну, так хочется, чтобы такой шарик, например, появился в зеленом луге или в серебрянке, допустим. Я думаю, многие жители... Всем понравилось, пожалуйста. Я вас очень понимаю, мне тоже хочется. Домой. Что можем мы делаем в пределах того бюджета, который нам выделили. Ну, в любом случае, огромное спасибо, что вы украшаете наш город, потому что... Работа такая. ...из года в год город становится все краше на праздники, и это очевидно. Ну, мы надеемся, по крайней мере. Вообще, главное украшение – это мы с вами, горожане. Как мы выглядим, какое у нас настроение, какие у нас лица, как мы одеты, если хотите. Вот что главное. У нас очень красивые горожане, наверное, в самый красивый в мире, поэтому это действительно так. Особенно на Новый год, когда у всех хорошее настроение. По крайней мере, у тех людей, которые ходят по улицам, тусуются на площадях. В общем, если вам не хватает какого-то окрасочного оформления, берите елочные игрушки в руки, устраивайте флешмоб, и, я думаю, вот эта вот диффузия, которая будет происходить в вашем микрорайоне, добавит приятных волшебных по-настоящему ощущений. Мы благодарим нашего гостя за то, что он нашел время. Вот действительно в такой нелегкий период заглянуть к нам в студию, поделиться всей этой информацией, любопытной для нас. И напомню, что нашим собеседником сегодня был главный художник и заместитель директора предприятия «Минская реклама» Алексей Мартынов. Мы поздравляем вас с наступающими праздниками. Пускай все мечты реализуются, естественно, здоровье в первую очередь, вдохновение. Спасибо большое, вам удачи и всего доброго. Самые наилучшие пожелания. Спасибо большое. Мы провожаем гостя и возвращаемся к вам. Ничто из того, что было сказано, не было существенно. Мы на другой стороне, обожженный дом в Шенкаревском пейзаже. Неважно, куда важно, все равно мимо. Не было печали, и это не она, заблудившись с обоих сторон веретена. Я почти наугад произношу имена. Действительность по-прежнему недостижима. Я открывался дверь самодельным ключом, Я брал, не спрашивая, что и почем. Люди не могут согласиться друг с другом практически ни в чем. В конце концов, их дел не нужно было все, а иначе нет. Обрастовый нищий у галерии Лафаэйт. Я смотрел на эту ветку 45 лет. В конце концов, она взяла и взлетела. Словно нас начали во время войны. Нас крестили именами вины. И когда слова были отменены, мы стали неуязвимы. Словно что-то сдвинулось в млечном пути. Снялись плеч, ножу отпустило в груди. Словно мы, наконец, оставили позади эту бесконечную зиму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова